Дорогие зрители Начинаем эстрадный концерт Перед вами выступят именитые певцы Знаменитые скрипачи Замечательные танцоры И лучшие юмористы Голос из зала А можно сегодня без евреев? Можно Концерт закончен Дело в том, что эта книга писалась Для нашего еврейского внутреннего употребления И поэтому вот потом Все население мира спрашивает Как вам это удалось? Почему? Как это все получилось? А в основном мир изучает Вот эту книгу В отрыве от евреев То есть Священное писание это одно Евреи это что-то другое Которое можно даже не видеть Всю свою жизнь и о них не знать Мы начали в прошлый раз с вами говорить О Христе О помазании И что это такое? Где его видеть? Давайте поговорим Начнем с этого Скажем такой вопрос Когда апостолы приняли Святого Духа? Ну и вы конечно вспомнили Деяния 2 глава 4 стих Я вам зачитаю И исполнились все Духа Святого И начали говорить на иных языках Как Дух давал им провещевать Теперь посмотрим Стих который рядом Вот тут вот Несколько страниц до этого Иоанна 20 глава 21 стих Ишуа сказал им вторично Мир вам Как послал меня Отец Так я посылаю вас Сказав это Дунул и говорит им Примите Духа Святого Что это было? То есть да Все знают И сконцентрироваться На событии Пятидесятницы Сошествия Святого Духа А что было здесь? Ишуа после смерти После воскресенья 40 дней он их учил И здесь Перед прощанием Он говорит им Примите Святого Духа И да Дунул на них И они приняли Вы понимаете разницу? Давайте На всякий случай Посмотрим в Писании Что это не единственный случай Когда такое происходит Ну-ка давайте Евангелие от Луки 4 глава Сам Ишуа Что с ним? Он родился От Духа Святого Это первый раз И дальше он проходит Погружение Омовение у Иоанна И на него сходит Дух Святой В виде голубя Это второй раз И после этого Он начинает Ходить И проповедовать Давайте посмотрим Здесь два стиха В Евангелии от Луки 4 главе Во-первых Первый стих Иисус Иисус Исполненный Духа Святого Возвратился От Иордана И поведен Он был Духом В пустыню И рядом я поставлю 14 стих И возвратился Ишуа В силе Духа В Галилею И разнеслась Молва о нем По всей окрестной стране Поставим эти стиха рядом Давайте посмотрим Какая Разница И тут про Духа Святого И там про Духа Святого В первом стихе Исполненный Духа Святого 14 стих Возвратился Иисус В силе Духа В Галилею Подходит ли эта формула К К деяниям Да В деяниях Сначала Они получили Духа Святого А потом В день Пятидесятницы Они получили Духа Святого С внешними силой Атрибутика Ишуа здесь Тоже Начинает делать чудеса Когда идет в силе Духа А здесь Исполненный Духа Святого Дух Его ведет в пустыню Где Чудес не происходит Такое впечатление Что в течение 40 дней Искушения в пустыне Сам Дух Который сошел на Ишуа Он изменился И Ишуа был Исполненный А вышел В силе Давайте заметим Что есть различия Дух Святой Один и тот же Но есть Вот такое Вот Различие И теперь Перепрыгнем Что такое Двойное Помазание И оно Упоминается Один раз В четвертой Книге Царств Вторая Глава Девятый Стих Елисей Просит У Ильи Двойного Помазания Давайте еще раз Прочитаем Как это Выглядит Когда они Илья 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 Проси что сделать тебе прежде Нежели я буду взят от тебя И сказал Илья 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 Мне Снаружи Вдвойне И да Если проследить историю Елисея Елисей сделал в два раза больше чудес Чем Илья Теперь Может быть все таки Елисей что-то пропустил Давайте посмотрим Вот что Может быть Я хочу сказать Что может быть Не все Только сводится К чудесам И проявлениям Силы Святого Духа Давайте посмотрим Евангелие от Луки В котором мы были Первая глава 17 стих Здесь говорится Об Иоанне Предтече Евангелие от Луки 1.17 И предойдет пред Ним В духе и силе Ильи Чтобы возвратить сердца отцов Детям и непокорливым Образ мысли праведников Дабы представить Господу Народ приготовленный Мы говорим о том Что Бог посылает Пошлет Иоанна С какой-то определенной целью И для этого цели Ему нужно Помазание И посмотрите Вот здесь написано Что он пойдет Действительно В духе и силе Ильи Тот же самый Елисей Выбрал Чтобы дух Ильи Был на нем снаружи И он сделал В два раза больше чудес Об Иоанне мы знаем Иоанна 10 Глава 41 Стих Написано Что Иоанн не сотворил Никакого чуда Но все Что он сказал Иоанну О Ешуа Было истинно Иоанна 10 41 Итак Иоанн идет в свое служение И он Не делает Ни одного чуда Вероятно Всю эту норму Уже Выбрал Елисей Но Иоанн завершил Своё служение Потому что он был В духе и силе И он использовал Эту силу Но он использовал Ее внутри Ну На что еще Может стоит Обратить внимание Вот Кто больше Похож на Служение Ильи Иоанн Или Елисей Елисей Который принял Непосредственно Из рук Ильи Или Иоанн Который принял Это Дух Илии От От Бога В начале Своего служения Илия Мы его первый раз Видим тогда Когда он Приннимает Откровение От Бога И идет Начинает Противостоять Царю Ахаву В Обвиняет его В нечестии И В Евангелии В Евангелиях Мы читаем О том Что Иоанн Противостоял Ироду Настаивал Обличал его В каких-то вещах И в конце концов За это был Обезглавлен Елисей Консультацию По поводу Войны В Муаве Он помолился Дал им Ответ Вот такая Была Динамика Между Елисеем И Власть Имущими И совсем Другая Другой Профиль Показывают Илья И Иоанн Вот такая История Новый Завет О том Говорит Что В Галатам 5 Говорится О плоде Духа И есть Проявление Дара Духа Есть То что Дух Святой Делает Внутри Любовь Мир Радость Долготерпение Кротость Благость Верность Милосердие И есть Снаружи Дары Прочества Исцеления Чудотворения Словознания Языки Истолкования И между Вот этими Двумя И то и другое Это Дух Святой Но Это работа Духа Святого Внутри И снаружи И я вас призываю Ценить больше Работу Духа Святого Внутри Это его работа Она пойдет В вечность Снаружи Это все Это все Эффективно Для работы Но это Не засчитывается Вам Ваш рейтинг Ваш авторитет В Небесном Царстве Будьте благословен Всего доброго Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok